Как и всю предыдущую неделю, мы продолжаем следить за развитием ситуации с калийной аферой. В российское бюро Интерпол из центрального офиса организации в Лионе уже поступил циркуляр, информирующий об объявлении в международный розыск Сулеймана Керимова. Об этом сегодня сообщили российские информационные агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне Следственный комитет Белоруссии привлек Сулеймана Керимова в качестве обвиняемого по уголовному делу за организацию злоупотребления властью и служебными полномочиями. Речь идет о развале БКК и попытке рейдерского захвата Беларусь-калия, за которыми, как считает следствие, стоит Керимов. Сегодня это одна из самых обсуждаемых тем в медиапространстве. Мы собрали мнения экономистов, юристов и простых россиян. После объявления Интерполом Сулеймана Керимова в международный розыск, российский олигарх стал персоной нон-грата практически на всей планете. В Интерпол входят 190 стран, а значит, как только Керимов пересечет их границу, его сразу же задержат. Впрочем, есть еще великолепная семерка государств, где Керимов может спрятаться. Это такая экзотика, как Вануату, Тувалу, Палау, Кирибати, а также Микронезия, Соломоновые острова и Северная Корея. Если Интерпол уже в свою базу включил лицо для розыска, то, соответственно, была проверена статья 3-й устава Международного организационного полиции Интерпол, который говорит о том, что Интерпол не может вмешиваться в деятельность политического, религиозного, расового характера. Соответственно, Интерпол нашел, возможно, посчитать, что в данном случае есть определенный состав преступления в тех документах, которые направила белорусская сторона. По словам юристов, по общепринятой мировой практике Керимов будет задержан при первой же попытке выехать за границу. В 90-х годах Анатолий Быков разыскивался, это Красноярский алюминиевый завод был, и Российская Федерация также разослала его, информацию о нем в базу Интерпола, и пограничник, обычный пограничник Венгрии его задержал, что привело к тому, что венгерская сторона потом его и выдала Российской Федерации. Точно так же может поступить любое из 100, уже 89 России мы отнимаем, 189 членов и, соответственно, его задержать. Объявление в международный розыск олигарха Керимова стало одной из главных тем обсуждения российскими СМИ. Как пишет интернет-издание «Свободная пресса», затевая свою бизнес-схему, российские олигархи, очевидно, рассчитывали, что разрушая одну из мощнейших на мировом колейном рынке корпораций БКК и становясь прямым конкурентом белорусов, они смогут провернуть операцию без всяких последствий. А если возникнут сложности, подключат административный ресурс в виде российского руководства. Не вышло. Газета «Коммерсант» приводит слова российского парламентария. Сергей Сапко, председатель комитета Госдумы по промышленности, полагает, что Уралкалий своего партнера просто кинул в погоне за повышением прибыли. И белорусская сторона защищается теми методами, которыми может. Если люди поступают непорядочно, то непонятно, почему с ними должны ласково беседовать. Теперь за плечами Сулеймана Керимова уголовное дело. Розыск Интерполом и имидж бизнесмена Кидалы. С такой деловой репутацией и криминальным багажом будет нелегко не то, что находить новых партнеров, но и управлять своими активами. Здесь придется проявить недюжую изворотливость. Значительная часть имущества находится вне России. Например, в Швейцарии находится Уралкалий Трейдинг, фирма, куда выводились деньги белорусской калийной компании. За границей в Швейцарии находится еще одна наследившая контора Сулейман Керимов Фундейшн, при помощи которой он скупал обваленная им же самим акция Уралкалия, чтобы увеличить там свою долю. Но, похоже, Керимов сам себя обхитрил, пряча деньги за границей. В случае предъявления иска и наложения ареста на счета, активы и имущества все это может пойти на погашение ущерба, причиненного Беларуси и России. У них есть компания Уралкалий Трейдинг в Швейцарии, которая зарегистрирована. И контракты, которые связаны с этим, и то, что отгружено в порты и так далее, все может оказаться замороженным, с одной стороны. С другой стороны, наверняка, поскольку они ведут операции тоже по всему миру, как бы большой игрок на калийном рынке, у них есть счета в банках. То есть, я думаю, что в основном речь идет вот об этих двух позициях. Есть в мире множество компаний, которые связаны с акционерами Уралкалия. В частности, кроме упомянутой трейдинговой компании в Швейцарии, есть компании с таким же номинованием на Кипре, в Гибралтаре, в Бразилии, в США. У Керимовского бизнеса есть и еще одно слабое место. С 2007 года Керимов является членом Совета Федерации, представляя в Верхней Палате парламента Дагестан. Но есть один нюанс. Сенаторам разрешено владеть и распоряжаться собственностью. А вот заниматься бизнесом нет. Над Сулейманом и Керимовым тучи сгущались давно. И проблема с Белоруссией, это не единственная проблема. У нее есть проблема с руководством Республики Дагестан. Есть история с сокращением финансирования клуба «Анжи». Ходили упорные слухи о том, что в спорном времени он лишится кресла сенатора. Есть публикации, в которых его обвиняют в том, что через его фонд финансировалась российская оппозиция. Обсуждая возможность ареста активов Керимова, российская пресса называет другое имущество. На имя Керимова зарегистрированы яхты «Айс» стоимостью 150 миллионов евро и «Миллениум» за 9 миллионов евро. В этом году Керимов купил себе «Мерседес» и «Бугатти Вейрон». Рыночная цена около 2 миллионов долларов. А еще у олигарха есть личная авиация. По-царски сорил деньгами Керимов и на грандиозной вечеринке, куда развлекать гостей, пригласили американскую певицу Шер. Потому что воруют и там воруют, обворовали здесь, в России, и туда уже перебрались. Я что-то Керимова имею в виду. Ну что, если он украл, значит украл. Значит его надо сажать. Это однозначно. Потому что у нас сколько таких вот на всю Россию говорят, а ничего не делают. Говорят на миллионы на всю Россию, что он вор, жулик, а он гуляет. Исходя из международного права, ну а как действует Америка? Вы же видели этого, как его тоже предприниматели задержали. Ну, наверное, если такая мера носит мировую практику, то Белоруссию я не считаю, что она поступила, скажем, неправильно. Ну так, я мягко говорю, конечно, может грубо говорю. Но если Америка задерживает, Франция задерживает, Англия задерживает, ну почему Белоруссия не задержала какого-то коммерсанта? Наверное, если человек с нами, он должен быть наказан. Российское общественное мнение в уголовном скандале вокруг Калия на стороне Белоруссии. Ведь кому, как не россиянам, знать, что такое лихие 90-е? И какими методами в то время сколачивались баснословные состояния? Иван Михайлов, Юрий Прокопов, агентство теленовостей.